Добрый день, меня зовут Белошицкая Вербш Ольга Борисовна, я представляю компанию Ладога, это крупнейший производитель и дистрибьютор в России на сегодняшний момент, мы находимся в городе Санкт-Петербург, у нас есть огромный завод по производству крепкого алкоголя, это не только водка, к которой мы так привыкли, но и широчайший ассортимент джинов Баристер, сейчас мы наладили новую продукцию, это виски, сырье везется из рубежа, разливается на нашей территории, что дает возможность для уменьшения затрат, получаются напитки высочайшего качества по привлекательной цене, также дистрибьютором мы занимаемся не только винами из Европы, конечно Краснодарский край, Крым, Дагестан сейчас очень хорошо используется, и я думаю наша продукция уже для всех известна, поэтому мы участвуем на этой выставке, как участники. Я считаю, что непосредственно наше производство, наш завод занимается импортом замещения на 100%, сейчас уходят с рынка большие крупные представители зарубежных производств, на их место приходят новые, не такие крупные, это касается игристых вин из Франции, например, и для того, чтобы создавать вина более, скажем, доступного сегмента, мы как раз используем наши ресурсы, это вот Краснодарский край. И что касается крепкого алкоголя, например, несколько месяцев назад наш джинн Баристер занял одно из первых мест в выставке в Индии как джинн, произведенный не в Англии, то есть нас знают уже и за рубежом, и мы являемся не только экспортерами, но и импортерами. И это, конечно, импортозамещение, безусловно. Это, с одной стороны, возможности, но с другой стороны, есть подводные камни. Подводные камни заключаются не в сырье и даже не в производстве, а в упаковке. И вот сейчас как раз мы общались с нашими партнерами, которые дают нам возможность закупать новое оборудование для того, чтобы и бутылки, и пробки, и этикетки, все были российского производства. Потому что до этого все закупалось за рубежом. Буквально там даже какая-то проволока, капсулы, это фольга. Казалось бы, у нас нет проблем с фольгой, но именно такого качества есть. Поэтому сейчас, я думаю, это как раз возможность для производства новых мощностей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова